Футболисты «Динамо» открыли счет с забитым мячом в чемпионате. Произошло это в третьем туре, который свел «Белоголубых» с «Казанским Рубином-2». Поединок на стадионе России интересен был тем, что встречались два неудачника дебюта чемпионата. Поэтому в таких случаях, принято говорить, игра шла за шесть очков. Кому они в итоге достались, расскажет Роман Четверяков. От феерив на кубок со «Спартаком» с Движкаролы «Динамо» не без оснований полагало, что «Рубин» – еще одна подходящая кандидатура для оформления победы. К тому же «Казанский клуб» лихорадило отдела Торбинского, наложившего запрет на регистрацию новых футболистов. Поэтому в первых турах «Рубиновы» играли фактически без скамейки запасных. Но как раз перед приездом в Киров кадровые проблемы удалось решить. А когда «Рубин» укомплектован по полной, от него можно ждать любых сюрпризов. Чуть-чуть эта команда на сегодня нас посильнее. То, что мы больше играли немножко в обороне, все-таки более активным был «Рубин». Я считаю, что больше первым номером они играли. Поэтому это и говорит о том, что как раз немножко они все-таки на сегодня в этом составе были посильнее, конечно. Эффект неожиданного преображения гостей сработал уже на шестой минуте, когда казанцы открыли счет в матче. Если раньше такой поворот событий нередко ставил «Динамо» в тупик, то сейчас тренерский штаб старается моментально реагировать на игровые проблемы. Начав перестраиваться, хозяева поля быстро отыгрались и в дальнейшем сняли напряженность у своих ворот, а вот у чужих острота появлялась эпизодически. Не может, что это нервозность или что. Я думаю, нам нужно просто пару побед. Ребята в себя начнут верить и все пойдет у нас. Я доволен. Самоотдача была сегодня, мне кажется. Никого нельзя упрекнуть, что он не хотел играть или там стоял просто. Когда лицом к лицу встречаются аутсайдеры, их игры порой становятся тренерскими дуэлями. Поединок «Динамо» и «Рубина» не стал исключением. Каждый из наставников солировал действиями подопечных у Бровки, но все их тактические замыслы футболисты реализовали не в полной мере. Ничейный счет 1-1 сохранился до финального свистка, и этот результат единодушно главные тренеры признали закономерным итогом. Я думаю, еще просто не вошли в игровой ритм. Ну и я думаю, что ничья на выезде в такой тяжелой игре могло быть хуже, могло быть лучше, но это футбол. Так что я доволен. Заработав по одному очку и забив по первому мячу в чемпионате, «Динамовцы» с «Казанцами» дружно опустили на последнее место «Спартак», объективно пока самую слабую команду в зоне «Урал-Поволжья». Сыгравшие же между собой противники явно не хотят в очередной раз становиться легкой добычей более сильных клубов, поэтому болельщики наверняка еще посмокуют победой того же «Динамо», которому 7 августа играть в Тольятти против «Лады». Роман Четвериков, Балерий Никулин, Вести Киров.